Всем привет! Сегодня мы сделаем из шарика конфетку на палочке Lollipop или веер. Накачайте любого яркого цвета шарик, оставляя примерно 3 сантиметровый хвостик. Делаем первые два мягких примерно 3 сантиметровой длины пузыря. Нам нужно замкнуть все концы первых двух пузырей в один замок. Эта скульптурка имеет очень широкое применение для изготовления всевозможных фигурок из шариков, животных из шариков и так далее. Существует несколько способов изготовления похожей скульптуры, мы поговорим об этом в будущих инструкциях. Теперь нам нужно сделать третий пузырь длиной примерно около 12 сантиметров. Замыкаем оба конца третьего пузыря в один замок. Для того, чтобы определить размер четвертого пузыря, нам нужно обернуть шарик вокруг третьего пузыря. Слегка растягиваем шарик, оборачивая его вокруг третьего пузыря. Оба конца четвертого пузыря должны замкнуться в одном месте. Делаем четвертый пузырь в этом месте и замыкаем оба конца четвертого пузыря в один замок. Теперь очень аккуратно вставляем третий пузырь внутрь петли четвертого пузыря. В результате у нас должна получиться скульптурка почти круглой формы. Заметьте, не мячик, а плоский круг. Это вид спереди, вид сбоку. Поздравляю, мы уже сделали маленького размера скульптурку лолипап или веер. Остаток шарика можно использовать в качестве палочки рукоятки. А можем сделать нашу скульптурку еще большего размера. Давайте сделаем пятый пузырь. Оборачиваем шарик вокруг четвертого пузыря для того, чтобы измерить размер пятого пузыря. Работаем аналогичным образом, как мы делали четвертый пузырь, слегка растягивая шарик вокруг четвертого пузыря. Делаем пятый пузырь нужной длины и замыкаем оба конца пятого пузыря в один замок. Оставшаяся часть шарика будет шестым пузырем. Я использую ее в качестве рукоятки. Вставляем скульптурку внутрь петли пятого пузыря. Работаем не спеша, а аккуратно. Поправьте все пузыри в нужное положение. Еще раз поздравляю вас, вы сделали веер или легенец на палочке лолипап. Вид спереди, вид сбоку. Ну что ж, у нас еще есть время, так что давайте сделаем похожую скульптурку, только другим способом. Накачайте любого яркого цвета шарик, оставляя не более чем трехсантиметровый хвостик. Вообще нам понадобится даже меньшего размера хвостик для этой скульптурки. На этот раз мы завернем шарик в спираль, начиная со стороны сопла. Делаем очень длинный первый пузырь, оставляя примерно семнадцатый сантиметровый длиной пузырь на конце шарика. Затем делаем второй и третий мягкие трехсантиметровые пузыри и замыкаем все концы второго и третьего пузыря в один замок. Остаток шарика будет четвертым пузырем. Мы его используем в качестве палочки, рукоятки, ручки. Теперь нам нужно свернуть первый пузырь в форме спирали, начиная со стороны сопла. Складываем шарик, отступая со стороны сопла сантиметров 5-7. И оборачиваем первый пузырь вокруг самого себя. Слегка растягиваем пузырь так, чтобы не оставить никаких щелей. Не расстраивайтесь, если шарик вот так случайно выскочит из ваших рук. Это случается очень часто, особенно когда мы спешим. Избежать этого можно только одним способом, делать не торопясь и внимательно. Нам нужно отметить место, в котором второй и третий пузыри соприкоснутся со стороной первого пузыря. Вот здесь. Вот в этом месте мы разделим первый пузырь на два пузыря. Разворачиваем первый пузырь и вот в этом месте делаем пятый пузырь. Обратите внимание, пятый пузырь в данном случае расположен между первым и вторым пузырями. Замыкаем оба конца пятого пузыря в один замок. А теперь не спеша сворачиваем первый пузырь в спираль. Как и в прошлый раз, начиная со стороны сопла. Складываем шарик, отступив сантиметров 5-7 со стороны сопла. Уже готовую спираль первого пузыря аккуратно размещаем внутри петли из пятого пузыря. Обязательно убедитесь в том, чтобы не было щелей между пузырями. Вообще-то данная скульптурка имеет одну маленькую щель в том месте, где мы соединили все пузыри в один замок. К сожалению, это техническая издержка данного способа изготовления скульптурки. Поправляем все пузыри в нужное положение. Скульптурку можно использовать в таком виде, как есть, в качестве украшения. Рукоятку можно зафиксировать в разных положениях. Как я уже говорил, данная скульптурка имеет различные применения. Например, лолипап, конфетка на палочке, веер или для изготовления глаз для больших скульптур. Можно использовать в качестве ушей для Микки Мауса или глаза для инопланетян. Давайте еще раз взглянем на обе скульптурки, которые мы только что сделали. Каждая скульптурка хороша по-своему и может служить для разных целей соответственно. При необходимости мы можем увеличить размер скульптуры. В этом примере я воспользуюсь желтого цвета шариком для того, чтобы сделать еще один пузырь для нашей первой скульптурки. Замыкаем сопло желтого шарика между первым и вторым красными пузырями. Оборачиваем шарик вокруг скульптурки для того, чтобы измерить размер пузыря. Делаем желтый пузырь нужного нам размера и замыкаем оба конца желтого пузыря в один замок. Теперь нам нужно аккуратно вставить скульптуру внутрь петли желтого пузыря. Спешить не нужно, работаем аккуратно. Затем обрезаем остаток желтого шарика. Поздравляем, мы сделали огромного размера леденец на палочке. Совершенно без сахара, без холестерола и никаких калорий. Абсолютно несъедобный. Веселых вам выкрутасов.